Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы сразу предварить и, наверное, объяснить, что основная тема доклада действительно все-таки понять, кто же эти плохие танцоры и что же нам мешает действительно хорошо работать с этими пациентами. И понятно, что это название никакого отношения к нашим пациентам не имеет. Это название имеет отношение к самой ситуации в целом, которое до сих пор складывается и в Российской Федерации, и в северо-западном регионе. Ну и, в частности, мы здесь обобщили наш опыт и результат аудита в северо-западном регионе. И еще раз подчеркну, что основная идея и самого доклада, и той политики, которую мы проводим, она, конечно, подкреплена не просто нашим желанием, а требованием самой ситуации в отношении этого заболевания, то, что эти больные должны лечиться в узкоспециализированных центрах. Не просто в онкологических центрах, а в центрах, где действительно занимаются герминогенными опухолями яичка. Для того, чтобы, во-первых, были результаты лечения лучше, потому что только там, где эти больные концентрируются, там есть опыт, он накапливается, и, естественно, и результаты лечения лучше. И абсолютное большинство работ говорит о том, что действительно там, где опыт лечения этих больных есть, там результаты лечения будут лучше. Поэтому вот этому и посвящено уже не один год. Мы стараемся донести эту информацию. На самом деле ситуация очень сильно поменялась за последние 10-12 лет. Мы действительно видим, что наш призыв не остается, он все-таки услышан, и больных становится с каждым годом все больше и больше. Это говорит только о том, что пациенты начинают концентрироваться, и они попадают к нам. И мы в том числе не только оказываем помощь на том уровне, на котором мы можем, знаем, но и действительно мы сами многому учимся, мы постоянно совершенствуемся. И только благодаря вот именно этому процессу и поддержке коллег, и пониманию этой ситуации, что лечиться эти пациенты с первого дня должны, еще раз повторю, в специализированном центре, имеющем опыт лечения подобной категории больных. Ну и появилось это название неспроста, с вот этой вот картинки, бытующей в интернете. И опять же, ведь почему плохие танцоры? Не потому что подобная картина развития, то есть ситуация с гениталией, а потому что эти люди живут в неведении, они не знают причину того, почему у них такие изменения. При этом мы-то знаем, и знаем, почему у них, и мы знаем все проблемы с герминогенными опухолями. И поэтому вот очень важно, что тем более, что мы имеем эту информацию, мы должны правильно использовать, концентрировать больных и оказывать им максимально качественную и эффективную помощь. Насколько это важно, что больные быстро и вовремя и сразу должны оказываться в центре, где этим действительно занимаются. Каждый день задержки от момента диагноза это в минус больному. Считается, в принципе, что потеря одного дня химиотерапии, до начала химиотерапии после орхофониктолуктомии, потеря 5% эффективности. Вдумайтесь, да, всего один день. На самом деле, действительно так. Конечно, все пациенты разные, и все пациенты имеют свой прогноз, свою агрессивность опухолевого процесса. Ну, в частности, пример, вынужденная ситуация. Пациент до коронавируса обратился в институт, и, к сожалению, мы не работали в течение месяца, и в течение месяца практически в 2,5 раза увеличение размеров, минимальных размеров параортальных лимфатических узлов. Ситуация коренным образом, по сути, изменилась в течение всего лишь одного месяца. В 2,5 раза увеличились размеры. То есть есть те процессы, агрессивные процессы, которые требуют очень быстрой реакции, быстрого начала лечения и совершения последовательно быстрых всех этапов. Если пациенту выполняется орфоникулактомия в одном регионе, а потом он направляется в другой регион для проведения химиотерапии, мы понимаем, что будет потеряно большое количество времени. Вот вы видите здесь, что, по сути, за 4 дня пациенту был поставлен все-таки диагноз, выполнена орфоникулактомия, выполнена гистологическая верификация процесса, и через 4 дня после орфоникулактомии он начал получать химиотерапевтическое лечение. И вот так это, в принципе, должно выглядеть. То есть, но это возможно только, если больной пациент в одних руках, в одном центре, там, где действительно все это организовано, где организованы все процессы, в том числе и криоконсервация спермы, которая тоже требует определенного времени. И вот эта логистика, она за один день не выстраивается, и она не может быть построена на 2-3 пациентах в год. Поэтому еще раз призываю консолидации и концентрации этих пациентов действительно там, где ими занимаются. Этих пациентов не так много. Большой славы, большого успеха на них в отдельных центрах не сделать. И поэтому, конечно, только вот такое общее усилие, и, еще раз говорю, направление их туда, где это происходит постоянно, только в пользу больных. Каковы же причины тех не очень хороших результатов, которых чуть в том числе ниже, конечно, это поздняя обращаемость. Это удел пациентов. Но на самом деле, когда мы в своей работе анализы 300 больных проанализировали, вот этот период самого от первых симптомов до обращения к врачу никакого влияния практически на выживаемость не оказывал. Основная, все-таки, проблема в поздней диагностике и в позднем, и вне соблюдении тех стандартов, которые на сегодняшний день есть. Если говорить о поздней обращаемости, то, конечно, это склонность скрывать изменения в области половых органов у пациентов. Это инфантильный статус этих больных с гременогенными опухолями. Действительно, мы все знаем, что этот пациент в абсолютном большинстве на приеме либо с мамой, либо со своей супругой, то есть определенная такая инфантильность очень характерна для этих больных. Религиозный табу в семье и кастрационный комплекс как таковое проявление у пациентов часто задерживает обращение этих больных. Конечно, такую картину, как на правом фотографии, встретишь, наверное, на сегодняшний день уже не часто, но тем не менее, это еще 2008 год, вот такой пациент обратился к нам на прием. Из-за религиозных предубеждений в семье он очень долго не обращался за медицинской помощью. Огромный конгломерат в забрюшинном пространстве, множественное поражение легких, и тем не менее, пациенту выполнена, по сути, скротомоктомия, с последующей химиотерапией и с последующим удалением резидуальных масс как в забрюшинном пространстве, так и в легких, и пациент находится до сего дня в ремиссии. Поэтому и такие пациенты должны лечиться, и при этом, еще раз повторяю, если помощь оказывается быстро и качественно, то и у них есть все шансы на то, чтобы вылечиться и избавиться от этого заболевания. Вот это второй самый очень важный, наверное, факт, что нужно понимать, что это заболевание на сегодня потенциально излечимое, в отличие от многих других онкологических процессов. Поэтому это очень важная ситуация. Второй момент, что это заболевание характерно именно для молодых пациентов, для группы населения, которая является социально значимой, принципиально социально значимой. И вот в этой возрастной категории, по сути, там от 19 до 35 лет, это основная причина смерти от онкологических заболеваний после лимфопролиферативных, и в том числе это самая высокая заболеваемость онкологическая среди всех других онкологических причин данной возрастной категории пациентов. Поэтому лечение этих больных и в том числе и ранняя диагностика являются очень важной задачей. И, конечно, в том числе очень важной задачей является привлечение внимания населения к этой проблеме. Конечно, на сегодня исследования не показали значимость какого-либо скрининга, это понятно, потому что очень низкая заболеваемость сама по себе, но, тем не менее, особенно в группах риска, которых мы тоже должны хорошо знать, мы должны как минимум ориентировать этих больных и как минимум давать какую-либо информацию о том, что при наличии подобных изменений в органах мошонки, а это всегда легко определяемо, потому что наружная локализация и пальпаторно оценить изменения может, по сути, каждый здравомыслящий человек. И поэтому доведение информации очень важный момент. И, конечно, эти знания, и это должно транслироваться и в том числе в СМИ. И я часто приводил слайд, где было показано, что основное является, конечно, как телевидение, так и различные иллюстрированные журналы, которые действительно очень неплохо доносят информацию, а в них как раз этой патологии никакого внимания не уделяется. Много говорится о сексуальных проблемах, инфекционных проблемах, половых инфекциях, но по поводу герминогенных опухолей разговор практически не ведется, этой информации нет, в принципе нет. А, наверное, бояться и замалчивать этого, это неправильная позиция. Она ведет только действительно к потерям и к тому, что эти молодые пациенты обращаются поздно, и все-таки небольшая доля из них и уже не имеет шансов на то, чтобы вылечиться от этого заболевания. Ну вот частота заболеваемости в России это порядка полутора тысяч, чуть больше полутора тысяч больных в год, плюс смертность по северо-западному региону 182 пациента, заболеваемость 182 пациента. Ну, понятно, что это не столь велики цифры, но с другой стороны, это одна локализация, одна нозология. И если мы сравним с коронавирусной инфекцией, то на самом деле, наверное, не так и мало потерь от герминогенной опухоли, еще раз повторяю, в молодой возрастной группе. 64 пациента умерли, в частности, в 2017 году, но мы видим вот в этих цифрах где-то в пределах 80 пациентов в год умирает от герминогенных опухолей. Для северо-западного региона это достаточно много. По сути, пятилетняя выживаемость, как бы показано ниже, составляет порядка 75-78%. Смертность – это, к сожалению, весьма неудовлетворяющие нас цифры. Ну вот те самые диагностические ошибки, конечно, они ложатся на плечи первичного звена, потому что пациент, конечно, идет к своему урологу по месту жительства, к хирургу по месту жительства и обращается с подобными проблемами, с проблемами, которые он увидел в органах мошонки. Появилось уплотнение, болезненность, долго существующие боли и так далее. И с этим он приходит к врачу на прием. В своем потоке обычно врач на приеме видит больных с герминогенными опухолями, ну, наверное, 2-3 раза за всю свою практику. И поэтому нацеленность, настроенность, ориентированность, она очень низкая. И поэтому, прежде всего, конечно, думают о типичных ситуациях, о гидроцеле, гематоцеле, о орхоэпидидимите. Прежде всего, это наиболее частая причина. И перекрутия семенного канатика в том числе. И поэтому не выполняются те необходимые исследования, которые нужны у пациентов. Во всяком случае, у первичного пациента всегда должно быть выполнено ультразвуковое исследование мошонки. На сегодняшний день проблем с выполнением этого исследования нет. Но это практически стопроцентный вариант диагностики патологических изменений и выявления опухолевых изменений непосредственно в органах мошонки. Ну и дальнейший, конечно, тест это определение опухолевых маркеров. Но, наверное, это не самое важное. Для первичного звена действительно очень важно заподозрить, поставить первичный диагноз и с ним направить его в специализированный центр, где уже дальше могут быть выполнены и все остальные методы обследования. А вот провести пальпацию и выполнить ультразвуковое исследование является очень важным моментом. Ну, конкретный случай 2011 года пациент обратился с небольшими изменениями в яичке. Пальпаторно определялось уплотнение, при этом расценено как орхоэпидидимид. Пациенту назначена антибактериальная терапия, хорошо еще не была назначена физиотерапия. И, к сожалению, с тем, что расценено как хронический процесс пациента пустили домой. В течение года он ходил с этой ситуацией, пока не увидел такие изменения, по сути, увеличения и выпячивания живота. И с этим он уже обратился к хирургу и затем к онкологу. Онкологи, выполнив биопсию образования в забрюшинном пространстве, диагностировали герминогенную опухоль. И только тогда запустился весь процесс. А еще год назад этот больной мог быть ограничен, возможно, орфуникулоктомией, без дальнейшего высокотоксичного химиотерапевтического лечения и с гораздо, может быть, лучшими результатами, но как минимум в силу токсичности и отсутствия токсичности проводимой терапии. Но, тем не менее, вот эта ситуация потребовала дальнейшее проведение высокотоксичной химиотерапии и последующего удаления забрюшинного резидуальных масс. Но на сегодняшний день пациент также находится в ремиссии, и у него все хорошо. Ситуация менее оптимистичная. Также молодой пациент в 2012 году обратился к своему урологу с увеличением левой половины мошонки, и врач диагностировал гидроцелий. Он, с одной стороны, был прав, но при этом никаких дополнительных обследований выполнено не было. Не выполнено ни ультразвуковое исследование, ни оценка маркеров. И пациенту сказано, что, в принципе, ты с гидроцелий можешь жить, и оперировать это не надо. И только через год, когда у пациента уже развилась выраженная дыхательная недостаточность, он указался у специалистов, выставлен диагноз, и за гидроцелий скрывалась герминогенная опухоль, изменение в яичке, и, естественно, параллельно вот такое выраженное распространение процесса. Это огромнейший конгломерат в забрюшенном пространстве, множественное поражение легких. Опять же, пациенту проведена химиотерапия, и был достигнут и регресс, и достаточно относительно длительная ремиссия. Но, к сожалению, есть ряд опухолей, тем более плохого прогноза, и считается, что порядка 25% уже первично, вот именно при плохом прогнозе, в группе плохого прогноза, нечувствительны к химиотерапии. К сожалению, здесь оказалась такая ситуация, он прошел все варианты лечения, в том числе забрюшенную лимфоденоктомию. лимфоденоктомию у наших коллег в институте Блохина, но, к сожалению, все равно заболевание прогрессировано, и он скончался от этой болезни. Поэтому внимательное отношение, еще раз говорю, настороженность, и в том числе направление в те учреждения, где этим занимаются, может ситуацию коренным образом менять, не только сохранять жизнь, но еще и лишь давать возможность пациенту оставаться без токсических проявлений тяжелого достаточно лечения. Ну и в частности, вот такие минимальные изменения, которые могут быть диагностированы при ультразвуковом исследовании, расцениваются как инциденталомы, небольшие гипоихогенные, чаще всего образования, достаточно часто оказываются герминогенными опухолями. Вот в частности, пациент 36 лет, у которого выявлены такие образования, в абсолютном большинстве случаев это остается без внимания. Но в данной ситуации все-таки пациент, благодаря в том числе нашей работе, информированию коллег и в том числе у трезвуковых специалистов, он оказался у нас в центре, и мы его взяли на оперативное вмешательство. Вы видите, это достаточно аккуратное хирургическое вмешательство, орган сохраняющие. Мы убрали только этот узел, отправили по гистологическому заключению, это была герминогенная опухоль, но пациент сам настоял на дальнейшей орфуникулоктомии. В удаленном яичке признаках опухолевого поражения выявлено не было, но тем не менее, это было его решение, на сегодняшний день у него все хорошо. Возможно, этих пациентов и сохранятся органы после подобного хирургического вмешательства. Ну и вот те цифры, в том числе аудита, которые мы проводили по областям северо-западного региона, мы видим те самые 64 пациента за 2017 год, как они распределились по региону в Санкт-Петербурге. Наибольшее число больных, но понятно, мы регистрируем всех, кто к нам обращается, и поэтому здесь доля есть больных, которые не относились непосредственно к нашему региону, а были приезжие, в том числе и в наш институт, из других регионов. И тем не менее, мы видим, насколько низкая заболеваемость в этих регионах. И есть ли смысл проводить лечение четырех больных, например, в Сковском онкологическом диспансере? Никакого, ничего, кроме потерь в плане выживаемости у этих пациентов не будет, поэтому концентрация в центрах, в центрах, которые занимаются непосредственно герминогенными опухолями, является принципиально важной. Даже статистики говорят о том, что как минимум более пяти пациентов в год должен лечить центр. Мы видим, что по уровню смертности, в том числе заболеваемости, не хватает этих пациентов для адекватного лечения в регионах и накопления опыта. Ну, вот те регионы, которые мы оценивали, и основные причины ошибки поведения больных герминогенным и опухолем, на самом деле они все прописаны в стандартах. То есть, эта локализация, она очень подробно расписана в стандартах. И жесткое, строгое соблюдение стандартов в отношении этого заболевания залог успеха. Поэтому малейшее нарушение это минус в лечении этих, в эффекте лечения этих больных. Неполноценное обследование до начала лечения. И на самом деле, когда мы начинали 15 лет назад, неполноценность обследования составляла практически 85%, то есть 80% что-нибудь да не делалось в том необходимом перечне, который был указан. На сегодняшний день последующий уже анализ показал, что эти цифры значительно снизились и они составляют в пределах 30%. То есть, в принципе, работа, которая ведется, она имеет свои плоды, имеет свои результаты. Неверное стадирование, отсутствие несвоевременности, определение маркеров и так далее, как следствие в том числе неполноценного обследования, неверное стадирование это неправильно выбранное лечение этих больных. Нарушение в выборе лечебной тактики, опять же, как следствие в том числе и стадирования, но и в плюс того опыта, который имеется. Отсутствие преемственности между хирургами и химиотерапевтами, и мы на сегодня понимаем, что это чрезвычайно важный момент. Здесь и химиотерапевты должны быть готовы к соответствующей тяжелой химиотерапии, и хирурги должны быть готовы к тяжелым, сложным, чрезвычайно сложным хирургическим вмешательствам. Несвоевременное и неполноценное обследование пациентов в процессе лечения, замена препаратов в режиме химиотерапии, невыполнение дозового режима интенсивности лечения, редкость циторедуктивных операций, нарушение в лечебной тактике после циторедуктивных операций, нарушение маниторинга за пациентом на этапе наблюдения. Вот эти все нарушения вылились в то, что на сегодняшний день в нашем центре. Любая тактика ведения пациента решается только на мультидисциплинарном консилиуме, в котором принимают участие как химиотерапевты-онкологи, так и онкологи-хирурги в той локализации, которая представлена у данного конкретного пациента. И это тоже очень важный факт, который помогает адекватно выбрать тактику лечения этих больных. Ну и вот та выживаемость больных по регионам, пятилетняя, мы видим, она практически только в Санкт-Петербурге больше 80%. Но это показатель весьма плачевный, потому что, в принципе, на все стадии заболевания общая выживаемость пятилетняя должна быть 99% как в Соединенных Штатах Америки, так и в Европе, в странах, где соответствующее развитие здравоохранения. Поэтому есть еще куда развиваться, есть еще куда расти. И понятно, что мы должны проводить работу эту дальше, концентрировать этих больных, накапливать опыт и внедрать все современные методы, которые есть на сегодняшний день. Спасибо за внимание.